Терроризм в Айфрод-горои борои тамон и кшер. Очередная резня произошла в ночь с 19 на 20 мая в Ахдадской колонии номер 3-2, расположенной на юге Таджикистана в городе Ахдад. По версии властей, заключенные, отбывающие тюремный срок по религиозным статьям, организовали бунт, в результате чего погибли более 30 заключенных, в том числе трое надзирателей. Именно такой позиции придерживаются таджикские власти. Среди погибших числятся и известные в Таджикистане противники Рахмона. В Ахдадская колония номер 3-2, более известная как «Кирпичная зона», традиционно считается одной из самых суровых пенитенциарных учреждений Таджикистана, где всегда содержались люди, напрямую представляющие угрозу для режима, в том числе такие политзаключенные, как противник Рахмона и бывший министр промышленности Зайд Саидов, народный генерал Саид Киомид Дингази, находившийся в оппозиции еще в 90-х годах, один из основателей Пифт Сатор Каримов и многие другие. Кстати, последние двое были зверски убиты в ходе резни в колонии. Напомним, что это уже второе массовое убийство заключенных за последние месяцы в Таджикистане. В ночь с 7 на 8 ноября 2018 года в Худжанской колонии номер 3-3 в ходе провокации со стороны администрации колонии только по официальной версии были зверски убиты более 50 заключенных, однако, согласно некоторым неофициальным данным, убитых было более 100. Для того, чтобы понять, что на самом деле произошло в Ахдадской колонии, следует обратить внимание на следующие факты. Резня произошла сразу после резкого заявления Рахмона о борьбе с терроризмом и экстремизмом. 17 мая, то есть за два дня до кровопролития, президент Рахмон, выступая в Душанбе на конференции «Международное и региональное сотрудничество в борьбе против терроризма и источников его финансирования», в том числе «Незаконного оборота наркотиков и организованной преступности», заявил. «Незаконного оборота наркотиков и экстремизмом, «Незаконного оборота наркотиков и экстремизмом, и источников его финансирования в Киеве на конференции». «Террористы садованы оборота и источники его финансирования, и источник его финансирования, и не будет ни в какой-либо, ни в какой-либо, ни в какой-либо нет». Буквально через два дня после конференции происходят страшные события в Ахдадской колонии. А затем, 21 мая, то есть уже через два дня после мнимого бунта, президент Рахмон снова поднимает тему борьбы против террористов и экстремистов уже на другой площадке, на церемонии 46-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб постсоветских стран. Таджикистан находится на переднем крае борьбы с терроризмом и организованной транснациональной преступностью и постоянно принимает практические меры для предотвращения этих губительных угроз не только для своей безопасности и стабильности, но и других государств региона, заявил он. Таким образом, массовое убийство осужденных по религиозным статьям произошло непосредственно после резкого заявления Рахмона о борьбе с терроризмом. Власти подозрительно быстро опубликовали информацию о произошедшем в колонии. Уже на утро 20 мая, то есть буквально через несколько часов после кровавых событий в колонии, Главное управление исполнения наказания Министерства юстиции Таджикистана выпустило пресс-релиз с подробностями произошедших событий в колонии. Организаторы бунта были членами запрещенных террористических и экстремистских группировок, в том числе Исламского государства, которые были осуждены в основном по статье 401 УК РТ. Возглавляли бунтовщиков Бехрус Гулмурот, сын Гулмурода Халимова, экс-командира ОМОНа, сбежавшего в Сирию и примкнувшего к ЕГЭ, а также Фахреддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов. Вооруженные ножами и острыми предметами, бунтовщики сначала захватили в заложники и зверски убили трех сотрудников колонии майора Бурхониддина Муродова, майора Абдуджаббора Халимова и старшего лейтенанта Махмуда Асоева. Затем освободили из штрафного изолятора восемь особо опасных преступников, осужденных за причастность к ЕГЭ, а затем в целях устрашения демонстрации своих непоколебимых намерений зарезали на глазах других заключенных пять арестантов, среди которых Саид Киомеддин Гази, Саттор Каримов, Махсуми Саттор и Саид Махдихон Сатторов, Шейх Тимур и ранили десятки других осужденных, говорилось в сообщении. Например, после ноябрьских событий в Худжанской колонии официальные власти хранили молчание целых две недели и только 23 ноября впервые прокомментировали произошедшее. А в данном случае уже через несколько часов официальные власти описали полную картину произошедшего, причем даже назвали так называемого зачинщика бунта, 20-летнего Бихруза Халимова, сына бывшего полковника таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова, уехавшего в Сирию. Зачинщиком бунта был назначен 20-летний парень. Если обратить внимание на личность Бихруза Халимова, то у него не имеется никакого опыта в боевых действиях. Это просто сельский парень, который оказался за решеткой из-за выехавшего в Сирию отца. Власти обвинили его в том, что якобы он также пытался уехать в Сирию. Как такой молодой сельский парень мог возглавить бунт такого масштаба, остается загадкой. Удивительным также является и тот факт, что в ходе бунта из полутора тысяч заключенных колонии были убиты именно ярые противники Рахмона и осужденные по религиозным мотивам. Причем по версии следствия заключенные члены Пифт были также убиты бунтовщиками, что звучит по мнению бывших заключенных таджикских колоний крайне неубедительно. В результате применения стрелькового оружия до неузнаваемо нанесены какие-то телесные повреждения. Подводя итоги, можно смело говорить о том, что массовое убийство в Агдадской колонии номер 3-2 было, если не спланировано, то как минимум спровоцировано таджикскими властями, как это часто бывает в странах постсоветского пространства. Цели подобных действий со стороны властей бывают разные, от желания администрации колонии закрутить гайки до более серьезных политических комбинаций, как это было в Узбекистане во время печально известных антижанских событий. Доподлинно сказать, что именно произошло, тяжело. Решили ли политтехнологи режима таким образом подтвердить сказанные двумя днями ранее слова Рахмона об опасности так называемых экстремистских и террористических организаций, или же управление исполнением наказаний таким образом выполнило команду из Душенбе. Однако тот факт, что в ходе бунта были убиты известные и резонансные личности, говорит скорее о том, что решение принималось на самом высоком уровне. Однозначно так же, что события в Ахадатской колонии, особенно в свете предыдущего бунта в Худжанди, демонстрируют ясный сигнал. Режим далее не намерен ограничиваться лишением свободы за политическую и религиозную активность. Режим готов убивать. Причем массово и беспощадно, не обращая внимания ни на горе семей, ни на слезы матерей, ни на осуждение со стороны народа Таджикистана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова